Продолжение следует... Анны Иоанновны Романовны, племянница великого императора России Петра I. Анна Иоанновна Романовна 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 Приказ выполняй! Капитанский час! По улицам бродить запрещено! Все вылупился! Занавеску закрой! Приказ, господи, прошел! Горица наш в долгорубник! Выполняй приказ! Выполняй! Радик, подвалы все закрыть! Стой! Капитанский час! На улицах показываться запрещено! Ваши документы! Вперед! 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 Кошел! 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 Вперед! Стой! Уже! Стрелять, ну лошадан! Помоги! Баб sake! Бабай! Воal, господи! Матер! 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 Открызай! Открызай! Вставай, девочка! Вставай руку! Дай мне руку, здесь твою скрипку! Держим! Держим! Держи! А ну, все по кустам! Обжарьте кусты все! Там нет никого! Выпустите! Шкуру спущу! Тихо, тихо, тихо! Тихо! За травишки, за травишки погляди там! Посвети суда! Ну-ка посвети! Ну, что? Нет Заболеницы, никого! Все ко мне! О, тихо! А ну, проверить вашей дом! А ну! Там шарит все углы и закоулки! Проверить дома! Перекрыть дворы! А ну-ка, потряси трактир! Проверь дом! Эй! Выходи! Уни! Уни! Артера! Приходи! Пошёл! Ничего! Ты же у меня в тайной канцелярии! Что скажешь? Что здесь происходит? Батюшки! Горховцы! Голицы! Заговорщиков ищем! Ваша светлость! Спрятали здесь! Похоже, немцы! И откуда здесь немцы? Так заговорщики лопотали по-своему и кричали! Астерман! Астерман? Ты не ошибся? Херцогиня Курлянская, Анна Иоанновна, находится в семи верстах от Москвы, в селе Всесвятском. Её сержёт сам всесильный князь Василий Лукич, талка руки. Он никого к ней не допускает. Любое общение с её детьми или фрейлями происходит тоже только в его присутствии. Херцогиня находится в полной изоляции. Ах, девушки! И как она саму чувствует в полной изоляции? Прошу. Херцогиня пребывает в величайших, Андрея. Сам чёрт здесь бессилен. Андрей Иванович, голубчик, что делать-то? Будем оракул ты наш, а? Пить чай. В метаву, следом за мной, из Москвы, был послан тайный гонец. Кто? Некто Пётр Сумароков. Отчаянный и ловкий поручик, лет двадцати. Кто послал? Генерал-прокурор Ягушинский. Расшалованный и арестованный не Ягушинский. А прокурор мне, ох, как нужен был! Через него я бы всё шляхество мог бы в руках держать! Значит, продал его этот ловкий и отчаянный рабская душонка. Нет. Пётр храбрый и благородный. Его ранили. Эээс фабундет. Фабундет. Кто такой? Это Мадлен. А господа сенаторы, он хэршафтон сенаторы. А он переоделся. Он ээээс у мгхрэйдет. А батюшка Гнаусвайст. Он самый честный. Мадлен, дочь Щербатого Густава, нашего агента. Он самый лучший. Она всё знает. Помогает ему. Направляется сейчас своей тётке Гретхен. В немецкой слободе она держит астерию. Да? Девочка права. Сумароков действительно рисковал своей жизнью, но не выдал Якушинского. Тому я свидетель. Он действовал по инструкции и доверился только самой императрице. И где же находится, сей храбрец? Он сейчас бега, следы его потеряны. Зайруй. Кэтчхен. Зайруй. Успокойся, лапочка. Данки шон. И где же наркерой? Кэтчхен. Где? Мы с батюшкой прятали его у себя на чердаке. Он очень торопился в Москву. И всё. И всё? И всё. Ну, смелее. Иди. Ну, муд. Ковари, Вадлен. Батюшка попросил его передать письмо. Моей тётке бы старею. А ещё пирожок с запиской для монаха Романа. О, и боже человек с нами. Морфутчонок. Да. Приколуй девочку. Ступай ко мне. Считай, в твоём бабнем полку прибыло. И что мы, русские, всё друг против друга заговоры строим? Козни всякие. А заговорщики, брат, собираются у князя Черкасского. Проекты сочиняют. Своих людей засылают в казармы. Солдат смущают. Это же бунт. О, Русь. О, безумцы. Рабы. Против своей же свободы выступают. Но я их на верёвке в рай потащу. Как баранов. А на заговорщиков и пытки, и казни у нас есть. Поехали. Отсыщи мне этого героя. Ныне с нашими немецкими мордами делать нечего. Сейчас нужна русская рожа. Рабы и сердца. И, к сожалению, послевшая у нас желание любить, драться за любовь и побеждать ради неё. Сам Бог помогает влюблённым. Ну, я готов. Я с ним. Нет, 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 не ледя, девочка. Комендантский час. Поживи у нас. Ну, тогда передай, пожалуйста, Питеру. Желание фруэлян для меня закон. Парпукционок, как это у нас по-русски? Что не сможет чёрт. Кто сумеет. Баба. За дом. За баб. Какого-то принесла нелёгкая. Андрей Иванович. Кончай инструировать. За дом следят и роды. Прячь гости. Поторопитесь. За мной. Живо. Мадлен, будешь жить здесь. Хорошо. Корф. В конце огорода. Калитка. На другую улицу. Разыщи, дружочек Сумарокова, и приведи сюда. Давай. Я буду ждать вас. Я разыщу их. Вот эту записочку передашь государыне тайно обещаю, чтобы никто не видел. И шепнёшь ей на ушко, чтобы ждала сестрицу Катерину с подруженьками в гости. Продолжение следует... Сумароков. Что? Помогайте, Сумароков. Битте, астерия, драка, Сумароков. Опять. Наша императрица! Майны тайны! Сумароков. Убьё! Это говорю я! Каслер и генерал-майор Иван Долгорунский! Обещаем для праздничного балька! Австрия, майны родина! Капитан Нейбурн! Долгорунский! Какая к чёртам ближняя любовь! Отмой завтра пролитую кровь! К успеху рвись других, сбивая с ног! К успеху рвись других, сбивая с ног! А он часа просили и не судит Бог! И полистели! Нам золото подарит рай земной! За ним дикатся каменной стеной! И к властеры из других, сбивая с ног! И к властеры из других, сбивая с ног! А общество просит и не судит Бог! Молодцы! А солнцем такая благодать! А солнцем такая благодать! Стойка, поджжём! Только поджём! Хорошо, поджём! Пойдёмте, ненькотина! Сшат! Я тебя люблю! Вот, вон! Выследил! Гад! Эй, Марьянгелла! Я любил как-то мужчины вернуться! Смотри, смотри. Моя рубаха? Кафтан! Мадлен! Мадлен! Откуда? Мой патрон господин Левинвольда отрекомендовал ее императрице. Теперь она служит при дворе. Правда? Правда, правда. Ублажает ее слух скрипкой и выполняет некоторые наши поручения. Что ж ты раньше не сказал, немец? Я должен ее увидеть. Вот поэтому ты и должен немедленно отправляться к Астерману. Ну, понял? Понял. Вы уж, бабоньки, расстарайтесь. Расстарайтесь, Андрей Иванович. Теперь Россия на вас надежду имеет. Асташ, будешь же верховником Болтава. Яко шведам. Слово тебе даем, Астерман. Наше бабье слово. Виват. 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 Виват! Капитан Эвуш, положить! Толковник Салдыков, капитан Лайфгвардии Преображенского палка, Караулов готов. Радость какая-то! Гостушечки. Ты что впустила? Катюша. Матушка у нас захворала. Дай, Михаил Древо. Насилу пропустила. Государыня императрица, главный цехной... Сейчас лекаря позову, голубушка. Вот так. Здравствуйте, девы! Матушка. Государыня, заступись за прокурора, за нашего, за Ябужинского. Не ко времени. В прошение надо Верховный Совет сплывать. Вот там и разберемся. Ваше Высочество, князь Василий Лутич, кавалер-то знатный, но годы дам уж развлечь ему нет сил. На-на-на, ты не служи к матушкам. На-на-на, мы от московского общества поручения имеем. И дары. О, хороши подарки, матушка, хороши. Вечерком разглядывать будешь, матушка, вечерком посмотришь. Не могу я с Вами, дева, приятное время провести. А что там? Вот, с дороги ничего это не можется. Простыла, матушка, в дороге-то. А Банька, Банька-то, она что, матушка, государы? Попарим, попарим, матушка. Венечки-то березовые, дубовые. Все куда, Екатерина? Забыла, забыла, небось, в Курлянде-то своей про Баньку. Да что это? Попарим, 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 ребаляшки. И маленького боярину тоже, а то, видишь, кусок, кусок, кусок. Будет вам, будет вам Банька. Уговорили меня, бабаньки. Не учайся, давай, бабанька, мама, с нами что-то. Я распылянусь. Ой, Василий Лукич, гад, с вами. Эй, Великан, натаскаем в бочку воды. У тебя не пускаем, вместе с нами. О, давай-то, давай-то, веселись. О, бабушка, и как же ты прожираешь под таким надзором-то, а? Скажу, ловись к вам. Стрекозом, все порхать, да пересмешки. Ну, а нам Россией управлять надо, верно? Ну, зачем ты людей-то выгнал, а? Ну, родные ведь. Убарился ребенок-то, ну, кали ему холодненькую доголовку. Ох, от этого Карлушки, от его инструмента много перончиков пойдет. На, Карлуша, яблочко, кушай еблочко, а, Петруша, ходи быстрей, жарвы опустишь. Ой, бабоньки суворогов явился. Что это похолодало? Дровишек-то подкинь. А ну-ка, красавец, подай-ка парку. Да ядрененького давай. Ух, обожжет. Раскани, раскани. Вы красавицу нашу. Она и трепет мой, и покой, Лишь она нас дарит и огнем, и тоской. Любовь идет ко мне легка. Любовь идет ко мне легкой. Я люблю тебя. И я люблю тебя. И я люблю тебя. И я очень тебя люблю. Сдавайся! Сдавайся! Тише. Радуется заждалась. Все, хватит болтать. Марва Ивановна, давай записку. А то не ровен час, кто войдет. Ну, Андрей Иванович, как обещали, так и выполняем. Не смей читать. Запрячь карманчик-то. Мадлен, угости-ка нашего героя Бургундским. Пущай выпьет за свою императрицу. Да, это вот бокал. Выпьем. Ну, что? За тебя, матушка-государыня. С легким паром бабой. За здоровье. С легким паром. Иван! Попарились. Ох, попарились, матушка. Мне не дали попариться. Что такое? Что случилось? За мной, братцы! Матушка наша! Императрица! Государыня! Выйди на крыльцо! Ребята! Что за крихи? Гвардейцы шумят. Ох, и голосище у этого капитана. Нейбуша. Записка, записка. Гладко луженая. Благодетельница милостивая. Матушка! Записка в том кармане. Не понимаю. Лужиночка-то как хороша. В том кармане не хочешь. Писка. А? Что? В кармане не записка. Ну, быстрей. Оно же. Серегка сладкая. А? Ну, что ты хочешь писать? Да. А скажи всем, что ты хочешь писать. Я. Чего? Писок. Писок. Петер, шучек под кроватью. Помоги. Чтоб мне облудок. Довольно тебе пленница быть! Выйди! Выйди к нам на крыльцо! Объявите себя полковником. Кто пьяшет тебя, матушка? Салтыков подполковник. Кто тебе не будет? Поддержка гвардии. А ну! Ребята, пошли! Пошли, черты! Запомните этот! Скотина! Не боже! Франции! Вот она, матушка наша! Я не могу. Не пугайся, матушка. Я боюсь. Снижайтесь, матушка. Садитесь, я смотри. У меня страшно. Вы, девяки! Вы, братцы! Позовем матушку! Матушка! Что за шум? Там солдаков, солдаты! Развали! Дорогись! Ум! Кто велел? Ваша святощая! Гвардия желает видеть свою императрицу! О! А императрица не желает видеть гвардию! Ваш Величество! Вспомни дядяников нашего и не лишайся, матушка! Ну! Кейп-медик на мороз выходить не вели. Вот так, подкрепись. Как воры-то не желает императрица видеть свою гвардию? Так и скажи. Что вы, Василий Лукичий, мы, императрица, желаем видеть нашу гвардию. Матушка, матушка. Желаем. Разойдись в городу! Стоится, вы, что, братцы, встречай матушку, императрицу нашу! Вражки, давайте, сбите, не на ухо несите Прословишко, торопись! Другого такого случая не будет! За матушку, за государя не нашу! Вражку, солдат! Иван! Живо! Иван! 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 Подопталась на крылечке и мувик пошли обратно. Это весьма опасно для всех нас, а для престола особенно. Слово, папы! Матушка! Иван! Иван! Моляю, вернись во дворец, прошу! Гвардейцы! Что же вы так тихо кричите, а? Государня вас и не услышит! Слово, матушка! Слово! 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 Родненькие! Родненькие мои! Не знаю, что я ответить на любовь вашу! Любезные молодцы! Ивановна! Герои! Гвардии Виват! 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 Опомнись, матушка! Уди! Что скажет верховный совет? Отвали отсюда! Гвардии Виват! Кидай! Кидай! Дай! Крое! Виват! Еее! Ай! Держи! Ты! Подойди! Кто? Ну быстрей сюда! Ага! Подкинь! А-ха-ха! Кидай выше! Пошли, не дай! Пива! Пива! Вкратце! Вкратце! Столеткий глаз и твердая рука могут быть только у гвардейца! Попросим же матушку нашу принять во свое начало наш Преображенский полд! На колени! Матушка! Матушка! Прими треугольку и плащ! Императрица наша! Пива! Пива, братцы! Пива! Пива, матушки-бацедарыня! Полковница наша! Объявление моей любви! Словной и верной гвардии моей! Объявляю себя полковником неопрошенщего полка! Ну, как я? Ничего? Молодец! Да Салтыкова! Петьку Салтыкова нашего не забудь! Наливай! Наливай полкей! Быть не вси государине! Спасибо, гражданцы! Пей! За Отечество! За Родину пей! Матушка! Матушка! Императрица! Морчок! Полковник Салтыков! Жалую тебя генералом! Ты заслужил это! Матушка! Что делает, а? Что делает? Вы крепкие с этой парой! Пива! Пива! Любимый! За любовь! Для Отечества! Пива! Пива! Курляндии! В металл, назад, будешь вместе со своим пироном лошадей пасти, да дерьмо, из конюшки убирать. До поворона будешь палить из окна. Ты, матушка моя, слово свое императорское нарушила дерзко, отвечай, кто тебя надоумил. Помилуй, батюшка, никто меня не научал, ну вот никто меня не научал, ну так уж прямо вот как-то получилось. Получилось, ты что даже не соображаешь, что ты навотворяла? А что я такого навотворяла? Что она навотворяла? Что я звание полковника Преображенцев на себя возложила, так у вас в пунктах записано, что вот на кого-нибудь, вот на кого-нибудь нельзя, а я на себя. Это еще от дяденьки моего, от императора Петра Алексеевича замедено. Дяденька твой был, Петр Великой, а ты? Слышал? По кондициям я лично должен командовать Преображенским полком. Я, фельдмаршал Долгорукий, а ты, ты все нарушила. Ну что уж я такого батюшка нарушила? Я скажу, что ты нарушила, я скажу, что нарушила. Четвертый пункт кондиции приступила. Четвертый запамятовала. Запамятовала? Запамятовала? Я тебе напомню, я напомню, она запамятовала. Я напомню тебе, знатные чины высший полковничьего ранга не жаловать. А ты, а ты, ростевичка своего Петраста с Золотаковым генерала произвела. Тьфу! Успокойтесь, господа, прошу вас, успокойтесь. Я думаю, Сейказов случился не по злому. Не по злому, не по злому, ей-богу, вот, вот, ей-богу, ей-богу. А если тебя действительно кто-то по глупости по своей надоумил, то ты тому передай, что вся наша сила в моих украинских полках. Украинских, слышишь? Многие из коих уже в Москве. Тридцать тысяч верных солдат регулярной армии. Тридцать. Тридцать. Понятно? Казаки, матушка. Что? Много. Все будет по-вашему. Все будет по-вашему. Я слова даю, вот вам. Вот, вот слово даю царское. Все, как вы хотите, все будет. Вот я, вот, все. Ну смотри, Ивановна, если не сдержишь слово своё царское, мы тебя отвезём в село Софвино, здесь недалеко. Там тётка твоя, царица Софья, в заточении пребывала за бунтарство и заговор со стрельцами, аль забыла, как Пётр Алексеевич, дяденька твой, стрельца головы рубил. Я его уже сам 가ю, водочки откушу. Отпустите меня, господа верховники, в метабу, домой, я не хочу здесь, я не хочу, я хочу домой, отпустите меня. Ну ради Бого, я умоляю, я хочу домой, я хочу домой, отпустите меня! Я не хочу здесь, я не хочу ничего, мне ничего не надо, отпустите. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня, хорошо! Замечаю, господа, никого больше к ней не допущи. Спасибо, Лукич. Здесь регламент въезда Анны в Москву. Хорошо. Ознакомься. Я ее ознакомлю. Карлушенька, солнышко мое, как я рада тебя видеть! Сейчас, сейчас. Покормим, покормим собачку. Сейчас. Когда я покормил собачку? Обязательно. Солнышко мое, сейчас покормим. Вкусно, вкусно. Покормим. Пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Сейчас, вот сюда. Интересно, чем питается ваша собачка? Дай-ка посмотреть. Ступай спать. Иди, иди. Солнышко, иди. Что-то я не слышу злона у нее в брюхе. Ну, да и я, милая, не просто. Я держу ее крепко. А теперь я ее возьму. Дай-ка, дай-ка. Нет, не дам, не дам. Нет, тоже дай-ка, мне ее. Не плачь, не плачь, не плачь, мальчик. Я знаю, что у тебя много таких собачек. Я видел. Да, не плачь, не плачь. Интересно, давай посмотрим, чем же она питается, твоя собачка. Записочками питается. А кто тебе дал эту записочку? Каина Роза. Ага, Танхен. Ага, ага. Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы возьмем другую собачку и накормим ее. Да. Ага. Сейчас Тан-Танхен напишет нам другую записочку и дать им все шьет тому, кто тебе эту собачку дал. И будешь молчать. Маленький гаденыш, я тебя съеду. Нет, 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 только нет. Ты меня слышала? Ивановна, сейчас возьмешь перо-бумагу и будешь писать про мою диктовку. Бежи! Сил у меня более нет. Сил у меня более нет, и потому скорее нам надо на победный пойти, ибо в случае провала я за себя не смогу поручиться, Анна. Сил у нее нет, она по пятной забралась. Я полагаю, это конец. Обстоятельства складываются так, что ваш рост уменьшится скоро ровно на голову. Типун тебе на язык. Вы под подозрением, дорогой вице-канцлер. Подойди ко мне, граф. Ближе, ближе. Говоришь, я скоро на целую голову сдану короче. И за крывы ходишь. Андрей Иванович. И за что я тебе деньги плачу, а? Прекрати истерику, граф. Игра только начинается. Гали, не хочешь, чтобы все узнали, как ты медаву конца послал, как шпионишь и доносишь? Не, продолжай вносить смуту, смуту в казармах. Вольно же. Подбивай князей собирать подписи. Много, много подписей. И пускай свои прожекты несут государыни лично в ее белые ручки и с низким поклоном. Мам, а сие невозможно. Преображенцами она взята была в кольцо армейского окружения. Василий Лукич сторожит ее, словно пес. Никого к ней не пускает. Ее воля окончательно сломлена. Собери его, а то придушу. Напомнись, совсем с ума сошел. Не трогай меня. Эх, вы, господа мужчины, в том-то ваша и беда, что вы бабу не понимаете. Баба, ведь она другим местом думает. Я, может, и так, только я не пойму, как то самое место Россию от верховников спасет. А вот так и спасет. Бирона сюда зовите. Это невозможно. Бирон должен быть здесь. Готов послужить России, государыня? Я за нее жизнью рисковал. Вот и будешь скакать день и ночь. Без отдыха и сна. Остановишься у Щербатого Густава, знаешь такого? Батюшку прекрасный Мадлен. Он тебя будет ждать. От него и получишь дальнейшие указания. Поедешь под другим именем. Здесь три паспорта. Держи. Сделаешь дело. Получишь повышение, деньги, будешь жить. Не таясь. Как герой. Эй, служивый, поднимай шлагбаум. Держи. Что-то лицо мне твое шибко знакомо. А может, где и встречались. Земля-то она круглая. Отдай бумагу-то. Я когда мне тороплюсь. Держи. На здоровье. Пошел. 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 Вперед. Ну. Пошел. Что, Мадлен? Фу. Мадлен. Мадлен живет при дворе. Играет на скрипке, поет. Ублажает слух самой государине. Ох, дети мои. Вы замешаны в большой игре. Это послание от самого Остермана. Сидеть. Тихо. Жди меня здесь. Все это убрать. Быстро. Давно ждем вас, господа. Не беспокойтесь, Майфер. Хозяин постоял во двора, наш агент. Барона Старман прислал из Москвы, сопровождающего с документами для вас. Господа Левенвольд, я буду показывать вам кратчайшую дорогу. Это делать небольшой крючок в обход страницы. Я замерз. Пересядьте в мою карету. Мой господин, я пришлю вам горячее вино. Я-я, горячий друг. И закройте шторки. Вас никто не должен видеть. Никто. Питер. Пароль. Око дракона. Ответ. Око дракона сокрыто. Право. Остерману не откажешь в остроумии. Стало быть, здоровье его поправляется. Простите, с кем имею честь? Курлянский генерал, граф Карл Густав Левенвольда. При дворе служит мой брат-близнец, коммергер граф Карл Рейнгольд Левенвольда. Он и сообщил нам о вашем прибытии. А кто тот господин, который только что сел в нашу карету? В черной накидке и в черной шляпе. Здесь вопросы задаю я. Под видом курлянского офицера. Вы должны сопровождать нашу телегацию. В Москве. Припроводить к сестре государине Екатерине Иоанновне Мекленбургской. Ну, у меня русский паспорт. Ну, что? Русише паспорт. Нет, он не стоит ни гроша. Густав, что происходит? Ты обязан выполнять приказы Левенвольда. Переодевайся. Быстро, быстро. Шнель! Возьми. Отдать. Согрейте вино. Береги себя, мой мальчик. Тебя ждет очень опасное путешествие. Тебя могут убить. А я еще хочу покачать на руках своих внуков. Пожалуйста, поцелуй за меня. Обещаю, слово русского офицера. Молодей, матушка и брать. Ванька. Что? Сыщи-ка мне Юсупова, да пошустрее дело, дрянь. Ага. Наташа, мне нужно Юсупова найти срочно. А чего я не вижу моих преображенцев? Охранять теперь тебя будут, матушка-государня, мои казаки, кои прибыли с Украины по моему приказу. Ну, что ж, господа, Верховный Совет, воля ваша. Казаки — народ надежный. Они молодцы, матушка, охранять тебя будут верно. Аж тридцать тысяч молодцов. Красавцев. Поверь, Юсупов, не время спорить по пустякам. Да ладно, князь, говори сразу, зачем спал? Берон едет в Москву. Да не может быть! Шуму не поднимать. Мы русские между собой договоримся. А сейчас... А сейчас — изловить изверга. И день, день, день. А знаешь, что я, Владимир? Англос-вспомника Суворовка у Петра. Не помню. До того поручика, что перед нашей депутацией в металлу проскочил. Да не помню я. Ну ты в меня ещё зато по морде схлопотал. Скотина! Что же вы мне раньше не сказали? Вспомню. Вспомню, это же он! Он? Он! Вот это твой он! Да, 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 морда! Что ты молчал, а? Да я не знаю, что я молчал! Яй! Курьянцы! Ну, где начальник параллера? Курьянцы, а ну-ка тащи их сюда. Для проверки документов. Стой! Карету, хорошенько! Обыщи! Понял! Есть! И багаж. Давай! Ваши документы. Проходите. Курьянцы, а ну-ка, кто тут у нас? Под сиденьем. Фу, горшок. Потому что никого нет. Пусто! Подобраться и ко мне! Живо! Кали багаж! Кали! Засквозь давай! Глубже! Глубже, кали! Засквозь, засквозь! Нет! Об открытой! Ничего! Три чьё! Одно! Ты пасура! Странно. Ну, ладно. Никого! Что вы? С какой целью в Москву пожаловали? Урлеанские аристократы, то есть, тлантрафы. Люсупа! Сумароков! Гони! Эй, кто там? Полевай дверь! Пошли, пошли! Вольны! Мельчие уходят! Стоять! Держи! Лошадяк! Дверь держите! Я представитель курлянских сантратов! Откройте! Мешайся! Дорогу! Пошёл! Все за мной! Все держать! Дверьте, куда? Да батарею возьмём! Ужас! Ужас! Стоять! Ужас! Ну, мельч! Ужас! Стоять! Ужас! Ужас! Пошла! Пошла! Пострадись! Сумороков! А ну, с дороги! Сумороков! Карету держите! Сумороков! Сумороков! Любите их без травмашков! Сумороков! 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 Пошли! Перебошу! Уй, ёлка! Пошли! Пошла! Стой, собака! Убью? Пошла! 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 Эй! 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 Я свереду! Руба! Собака! Собака! Можно начинать! Прибыли! Стоять! Вперёд! Господины, милольde, гость из Метавы прибыл! Марпа Ивановна, я выполнил все ваши поручения. Поехали! Мой господин! Живо, живо! Может, можно так лучше слуги? Быстро, быстро! Работай, работай, работай! Балбец, балбец, швайн! Посмотри, он жив! Слава Богу! О, мой господин! О, мой господин! Как же вы? Мы с вами! Кто это? Господин, которого ты должен охранять. От его жизни ныне зависит судьба России. Руку! Руку дать! Посмотрите! Это с ладенью супом! Содержите его, господин! Содержите! Быстро! Он увидел вас! Спрячьтесь за занарезкой! Прошу вас! Господи! Заговар! Переводите господин в другую карету! Ну как? Можем! Ну идите ко мне, друг мой! Подоробитесь! Что, дядь, куда? Отнорожь его на ко мне! Не беспокойтесь! Садитесь в мою карету! Да, хорошо! Сейчас вас отвезут в надюжное место! Гость случайный, не признан! Вы, дороги! Передруг желанный, никого вам не узнать! Карнавальник у себя, это ночь странно, что же ветер бородой! Я же переналчу! И шала, легкий месяц, летом, поменьше жала! Кони! 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 Но сегодня не его день. Ступай, сопровождая корету Залтыковой. Так, срочно отвези этого господина в астрию, а я вас там буду встречать. Давай. Танцуем, господин, музыка! Гони, голубчик, в Лефортово, в астрию, в кабачок. Гветкин, да, да. Быстрее, быстрее, посмешай! Вперёд! Быстрее! Дело сделано. Вперёд! Сноя! Вправду узнать, чего в ней больше. Ложе любви и в смерти ложе. Нам сулит её развязка. Кто под плащом, а том ни звука. Тысяча встреч, одна разлука. Это ни страх, ни страсть, ни мука. Маска. Звучит. Хорошо. Прошу! Бой! Все в сборе! Прошу вас! Прошу, Андрей! Прошу! Сумароков проводи! Слава Богу! Кост прибыл благополучно! Слава Богу! За удачу, господа! За удачу! Слава Богу! Я не люблю тебя! Я люблю тебя! Ну, что делать-то? Действуем. По плану Остермана. Итак. Вот и настал твой судьбоносный час, Ивановна. Последняя партия началась. Итак, мы, верные люди, делаем первый ход к коню. Держись крепче в сетле, полковница. Чтоб корона с головы не упала. Ну, а гедульт! Остама! Марфа Ивановна хат ангешэнк фон Астерман гигибен. Подарочек от Астермана. Да, да, я. А что Астерманиха? Где она сама? Василий Лукич отказал ей в аудиенции. Марфа Ивановна мне ключик в ладошку от часов всунула. Казаки, строй! По казармам! По казармам! Господи, спаси! Что это, казаки-то сегодня разорались? Это зачем? Это телятинка. Телятинка? На лицо накладывать. На лицо. Мужчина любит свежее лицо и стройную фигуру. Весовка! Телятинка. Телятинка. Ты что? А? А что? Тихо так, без стука. А я думал, ты с телятинкой на ланитах. Что случилось? Устала я и страдалась за перти-то. О чем печалишься? О России нашей, матушке. Судьбы у нас не схожие. А это очень хорошо. Вот завтра всем это и объявишь прилюдно. Объявлю. Стало быть, завтра все и подпишешь, Ваше Величество. Все сделаю. Все. При полном сборе. Но, слава Богу, завтра в России новая жизнь пойдет. Так? Все будет по-другому. Слово даю. Царское. Привезли гостя. Привезли. Привезли. Пора. Дай. Ай, молодцы. Отец Роман, поторопиться бы. А вдруг казаки обман обнаружат и вернутся. Что делать с гостем будет? Голову оторвут. Беда. Правда, не каркай. Все идет по плану. Ключи давай. Смотри, не перепутай. Вот этот ключ. Это почивальник государынь. А всей связкой пришибить кого можешь. Понял. Ключи давай. 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 Тихо! Кустин! Вот и всё, в благородность! Это за всё, сапирод! Руку-то пай! Штарик! Штарик! Я жирал Юсупов! А ну, отступь ты, что я был током, я был током! Ты взялся, дорогой? А ну, просьба! Супри! Иди сюда! Выставь! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Прекрасно! Не спится в одиночестве, матушка. Так я вонок твоих, словно раб вечный. Волнуюсь. Голубчик, день завтра тяжкий. Молюсь Богу о помощи. Ступай. Ну, храни тебя Господь. Иди сюда! Голубчик! О, казаки! Шагом! Шагом! Эй, голубчик, куда? По приказу, моя светлость. Это по какому? Приказу! Постой, а как же он кран? Не велено отвечать. Попался! Ёшкин го! Сучка! Ну, шагом! Не могу отпустить его! Ступай! Убей! Беги за ними! Не будем подчиняться! Убей! Ну, что? Извини, благородный спаситель. Все по-честному? По-честному, по-честному. За благородство нынче надо платить. В долгу не останусь. Бежим. Ступай. Я останусь. Стой, вода! Да что я тебя жду? Стой! 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 Стой, сумароков! Стой, сумароков! Оттелись! Маршалов приказывай арестовать! У меня один приказ. Мельмаршала Голицына! Разойтись по казармам! Ура! Не твоя здесь сегодня, Юсупер! А? Вы ответите перед верховным советом! У меня приказ. Ура! Ура! Стой, стоять, сумароков! Не пройдёшь! Не бери грех на душу. Отдай мне Бирона. О душе вспомнил! Да! Я солдат! И я выполняю приказ! Ну пойми ты! Бирон потащит за собой немцев! Русской для них штук! Выдло, шумазы! Ты пойми! Я присягу давал! Царю и Отечеству! Не уйдёшь! Танила! Да, это я! Дайте сигнал вашей нату готовности, Ярким светом в вашем окне! Скоро! Всё! Дальше нельзя! Женская половина! Слава Богу! Ярким светом! Погаси факел и оставь дверь открытой! Казаки! Становись! Кругом встают! Объясни, что происходит! Приказ фельдмаршала Голицына! Немательно разойтись по казармам! Какой приказ! Вторая направь! Вторая марш! Вы не смеете оставить дворец без охраны! Стоять! И мимо закона! Мой закон приказ фельдмаршала Голицына! Покажи! Сядь! Вы уж извините ваше сиятельство! Вперёд! Стоять! Куда? А то не стоять! Вперёд! Мне жать тебя! И мне жать тебя! Убивай! Я тебя посматриваю! Ну, посмотри! Посмотри! Ты спас мне жизнь! Но я выполняю свой долг! Я тоже выполняю свой долг! Дурак! Не знаешь, что мне делать! Дурак! Я ж для тебя же стараюсь! Для твоих же детей, внуков и правнуков! А я для государя и Отечества! Понял? Ну, дура! Люсупов! Ты! Ага! Люсупов! Ты мне нужен! Ага! 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 Вам следует войти в эту дверь! Поторопитесь! Пожалуйста, Йенце, десять минут! Мы будем ждать вас здесь! Ага! 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 Ирон во дворце! Ага! 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 Что, монастыря боишься? Смерти? Поговорил бы кто со мной? Да некому! Ага! Ага! Сама собой, что ли? Ага! 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 Сбил, сколотил. Вот колесо. Сел да поехал. Вот, как хорошо. Оглянулся. Назад. Одни спицы лежат. Ага! Собака воет, лягушка кричит, емщиком свистит. Можно свистит, хорошее. Лап, лапушка моя, это ты. Анген, ну это я, ну успокойся, беру, где их войны лейбы. Анген, девальщина какая-то. Решайтесь, дайте знак ярким цветом в вашем угне. Необходимо уничтожить кондиции, держите Салтыкова. Судьба России в ваших руках, Остерман. Уничтожить кондиции. Что пишет, а? У меня нет сил заниматься этими интригами. Не хочу, не буду, я устала. Я измучилась, у меня нет сил. Я простая русская баба. Простая баба? Это ты, что ли, простая баба? Над чьей головой архимандрит Коломенский узрел царственный венец? Простая баба? Простая баба? Ты решайся. Или венец над твоей головой? Или моя голова по соборной площади покатится? Юсуп, что происходит? Родной мой, я сделаю все для тебя, мне ничего не страшно. Даже если мне придется умереть, я все сделаю, я все сделаю. Словно нечистая сила по дворцу бродит. До полнолунии ведьмы шарамуна водят. Всю рожу расклась. Это бурет. Откуда и тут взяться-то? А завтра это и рожа. Россию представлять. Генерал, ну почему французскому королю перед коронацией из грудного молока и отрубей маску на ланита накладывали? А тут во Франции один король умер, да здравствует другой король. Горю пахнет, бумаги шкла. Под кроватью, под кроватью посмотри, где они фаворитов прячут. За бортьеру, за бортьеру загляни. Нет. Что она? Спит одна? Пока места дна. Был бы тот Берон, я бы ему яйца быстро отрезал. Кто бы мог подумать, что мы этого кониха в Кремле, да в царское опочивание искать будем? Забирай. Охраны-то нет. Вот и все. Птичка в клетке. А куда же он подевался-то? Берон проклятый, я же его своими глазами видел, как сквозь землю провалился. Срочно собирай верховников всех в Кремль, в кабинет. и скажешь им дело наше в опасности. Ну, с Богом. Ступай. С Богом. Ну, моя дочка. Уйдала все. Ну, мука какая, какая мука! Тихо. Неужели, неужели среди моих подданок никого не найдется, кто бы избавил меня от такого унижения? Тихо. 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 Только его изощренный ум. Подождите же у меня, подождите же у меня, господа верховники, подождите у меня, господа сенаторы. Ужой я вас! Слава тебе, Хвост, Господи, матушка, решилась! Решилась, матушка! Ты скачи в казарный. Пускай Салтыков собирает гвардейцев. Аяка Старванова, Черкасскому. Позову сюда всех. Слушаюсь! Господин Вицыкас! Батюшки! Ну, что там? Решилась, матушка. Мафутчонок, твой час настал. Поднимай свой бабий полк и вперед. То, что Анна боялась сделать для России, она сделает для своего любовника. Иначе потеряет и то, и другое. Ваше Величество, к вам спешит господин Левенвольд со свитой. Ваше Величество. Входи, граф. Бирон, во дворце. Дождались, дождались. Это все ты, Васька, все ты, твоим попущением. Встань, Алексей. Встань. Мы тебя приставили за вдовую присматривать, а ты дипломатию разводить будет тебе дежурмать, когда все твои косточки на колесе ловят. Ты, не бой, Алешка, щенебаба. Кланистей. А вот ты мне лучше скажи, зачем это твой братец, дворец, без охраны оставил? Как? Что, Мишка? Мишка, Мишка. А где ж казаки-то? По его приказу казаки разошлись по казармам. Твой, Мишка, что, на головушку слаб? Что? То-то я вижу. Дворец-то без охраны. Кто распорядился снять охрану? Кто? Кто посмел? Ты? Ты, Мишка, посмел? По твоему приказу? Кто сказал? Я сказал, я. Я никакого приказа не отдавал. Нет. Всяка, Моро. В чем волнение, господа? Армия-то с нами. Анна Иоанновна у меня под замком. Никакой берон к ней не проникнет. Вот сейчас Ванька отведет государню в зал. Она при народе огласит все пункты. И при всех подтвердит свое согласие. Время. Время. Ваше величество. С Богом. Матушка Господа. С Богом, господа. Постойте, господин Левенвольд. Конечно. Велено нам до рассвета незаметно доставит господина Берона. В немецкую слободу. В астерею, откуда мы его и привезли. Сие не понадобится. Вы честно выполнили свой толк перед государами. Держи, монах, за отвагу. А тебе-то любовь, красавица. Ну, полагай нам Богу. Что такое? Что происходит, господа? Какой резон привел вас сюда? Мы требуем немедленного доклада, государыня. Подайте ваше прошение. Нет. Я передам ее величеству на воздрение. Василий Лукич, позволь пройти к государыне. Не дозволю. Что значит? Как это не дозволю? Я должен охранять сон и покой ее величества. Господь с тобой, Василий Лукич. А, не кстати. Я уже давно здравствую. Вы也許, с Богом пропонтии. Ладно. С чем пожаловали мои верноподанные? Мне оказана честь, Ваше Величество, передать вам мнение большинства. В парламент должны войти представители всех сословий. Ты что? Остановись, князь! Кто тебе право дал свои законы устанавливать? Мы же обещали! Не сетя! Не сетя! Сколько раз повторяй! Не смеет безродный раб заодно царями править! Так будет со всеми! Вот что они с нами делают, господа! Пора прекращать полицию. Этот балаган. Ваше Величество, огласите, что государственные бумаги, от коих зависит судьба Отечества, то есть кондиции, ты подписала в Митаве по своей воле и согласию. Огласи! Остановитесь! Что вы делаете? А ну-ка! Капитан Рейбуш! Как смел ты врываться в зал без отзволения? Именем закона ты арестован! А ты что молчишь, государыня? Аль сговорилась с кем? Смотри! Солдыков! Ну где же ты я жду? Государиня! Командуй! Я здесь небезопасно! Командуй! Разойдись, иступи место гвардии! Приветствую тебя, самодержавнейшей императрицей! Как были твои великие предки! Кивац! 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 Матушка! Прикажи всех врагов твоих, Голицыных, Долгоруких, на кусти разорвём! Вот нам помыкидываю! Что происходит? Убрать руки! Что из мира, Михаил? Даже пьяная толпа стада растопчут, убьют! И вот, батушке нашей, государыне императрице, мы защитим тебя, матушка! Матушка! Государиня, кондиции, присланные тебе в метабу, Верховным Советом уничтожить! Уничтожить! И немедленно! Ибо составлены они кучкой олигархов! Без ведома, без участия и без согласия народа российского! Отмени, матушка! Уничтожь кондиции! А то мы все и пришли к тебе! Ибо! 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 Головкин! Головкин, матушка! Головкин! Тащи-ка мне эти кондиции! Быстро! Как скажешь, матушка! А ну-ха, пропусти! Пропусти, я сказал! Головкин! Головкин, матушка! Головкин! Согласны ли члены Верховного Тайного Совета, чтобы я приняла то, что теперь предлагает мне мой народ? Стать Верховнейшей Императрицей без всяких ограничений. Точно так же, как до этого были мои предки, великие предки. Согласны? Согласны! Пусть только не согласятся, но согласны, да! Помогаешь? Вот тогда невократия, ноздали? Все прошения на штык, холи бумажки! Я всегда говорил, власть надо брать штыком, а не бумажкой. Просрали власть-то. Отдай! А теперь этой бумажкой только подтереться можно. Спасибо. Спасибо, не забуду никого. Никого не забуду. Ну, тогда вот эти бумаги лишние. Это конечно. Иван! 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 Благословляю тебя, государыня наша, самодержится. Всякий же, кто смелится восстать против единобластвия, будет наказан, как государственный изменник. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Зачем ты спас мне жизнь? Я вспомнил прошение. И пошли мне, Господь, непозорные кончины христианского живота моего. Позорные кончины. Гибель достойного генерала от руки разбойника на дороге. Лучше погибнуть от руки разбойника, чем испытать стыд и позор предательства. Нас прятали. Бедная Россия. Бедный народ. Генерал Юсупов, герой Азовских походов и Северной войны, заболеет от горя и вскоре умрет. Князь Алексей Долгорукий будет сослан вслед за Меньшиковым в Сибирь, в крепость Березов, где и скончается. Князь Василий Лукич Долгорукий будет жестоко казнен. Берон отомстит за свое унижение. Но самая лютая смерть настигнет князя Ивана Долгорукого. С молитвой он взойдет на лобное место, палач вырежет ему язык, а затем четвертует. Князь Дмитрий Голицын будет приговорен к смертной казни и вскоре умрет в Шлиссельбургской крепости при странных и непонятных обстоятельствах. Мам, иди ко мне, родной мой. Иди. Принимай Россию, Берон. Я тебе ее дарю. Она твоя. Иностранные послы напишут, русские так и не смогли договориться и упустили случай освободиться от рабства. Так началось страшное вестилетие, прозванное в народе Бероновщиной. Вице-канцлер барон Остерман сдержит свое слово. Петр Самароков получит награды и деревеньку в придачу, куда он сразу же и отправится с Матлен. Батюшка Густав просил меня поцеловать свою дочь. По грубой тканью или под борчой Любовь в приют найдет. Она без стука со свечой Непогожий твой дом вдруг войдет. Неслышно, незримо, Как лист в апреле Отныне все мимо В чаду постели Лишь Богом хранила Семь дней в неделе. Любовь одна И трепетной, И покой Лишь она нас дарит И огнем, И тоской. Любовь идет ко мне Легко на поду, Как боюсь я ее. Но как ее жду Под тенью одна узнаю Она Любовь тихонько Ступит на порог Пойдет в мое Жилье Счастливый ветер Лег у ног От веселой походки ее Беспечно, бесстрашна Любовь Ночали ей важно И сладко летать Ночами, но станет И грозной сверкнет Очами и ты поймешь, что это путь и судьба, Без нее, без любви, жизнь темна и слепа. И там, где нет земных невзгод или бед, Где ни слез и ни зла, где спят вечный свет, Мы вместе, опять нас любовь спасла.